Все больше неравнодушных щелковцев приходят на пункты приема гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Поддержку оказывают люди разных возрастов и профессий, в том числе и представители бизнеса. На днях ресторан «Кинза» передал воду и продовольствие, подгузники и другие средства гигиены. Это лично от ресторана, соответственно, и наши поставщики шли нам на уступки, делали какие-то определенные льготные поставки с определенными скидками. Собранные вещи волонтеры-молодогвардейцы «Единой России» погрузили в микроавтобус. Прежде чем отправиться в Ростовскую область, полезный груз сначала попадет на основной пункт сбора гуманитарной помощи в Щелкове, который расположен по адресу улица Кооперативная, 20. Он работает по будням с 12 до 18 часов. Очень хорошо организована работа, жители откликнулись, и особенно в будние дни поступает очень много продукции. Наш народ в целом, он всегда отличался сердечностью, добротой. И если людям возникала какая-то необходимость помочь, то каждый нес все, что он мог, индивидуально, или группой собирались. А наш бизнес, на примере сегодняшней акции, они своими возможностями также участвуют в том, что собрать самое необходимое, то, что может пригодиться людям там. Так что это наша традиция народа нашего, всегда помогать. Еще один пример того, что Щелковцы с каждым днем все больше объединяются ради нужного, доброго дела. Благотворительный фонд «Надежда вера возрождения» вместе с представителями общественных организаций 13-я сборная бригады «Казачий хутор Щелковский» за неделю собрал порядка 20 тонн продовольственных товаров, медикаментов, одежды для взрослых и детей, средств гигиены. Помещение для хранения предоставили в городском креативном пространстве «Тринити-парк». И в данный момент здесь продолжается сбор необходимых товаров. На днях благотворительный фонд планирует отправить для беженцев с Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...